ребят сам пламенный привет сейчас с вами практически уже приехали в новый салон точнее это будет коворкинг можно я сниму как его сделать на моем лице хорошо макияж у вас 2 500 до стоит на такая нормальная цена адекватно потому что вы ко мне приехали рядышком на так я меньше 5000 дома вообще не выхожу то есть от 5000 макияж будет стоить да если бы вы забыли ровно 5 бунт стоил а так стандартная цена макияжа ребят кто не знает сейчас можно приобрести мою косметичку красоты с очень классным наполнением по выгодной цене и 20 марта я разыграю поездку в дубай с оплатой перелета из любой точки мира отеля 5 звезд и там мы встретимся с победителя примерно вот так будет выглядеть наполнение косметички есть разные варианты я принес сняла отдельно подробное видео ссылочку оставлю в описании ссылку на сайт где можно прочитать про все наполнение и сделать заказ тоже оставлю внизу еще и чай приносит красота получается мы сделаем из бирюзова в розовой до градиент такой и все и цвета прям ярким не знаете вот хочется чтобы лицо так чуть-чуть как преобразилась вот так вот я поняла более я сейчас я чуть-чуть увлажню потом дальше а это что специальная какая-то а это что такое красивенько база с разноцветными шариками советуйте ее приобрести если выглядит круто просто цвет эффекта небес она она постарается потом кожей очень удобно и выравнивает выравнивает но не сильно если нужно выравнивать нужно еще одна база а мы я только на глаза или на все лицо при мужчине лицо нанесли ее а когда мы успели а сейчас не ходили на когда на курсе я увлекаюсь немножко на курсе не ходил на котором вас кем потом перешлете мне кого я боюсь она будет очень тяжелым а вы не будете монтировать буду но даже при монтаже нам будет скорее всего очень тяжелым делайте куда-то буду не знаю еще не уверена так мы будем его делать с сегментами или без но я не будем ну чтоб красиво было выдавайте хорошо вот как вы считаете нужно мне главное чтобы была прям красота и роскошество что у тебя мероприятие семейная смотри вниз плакать захочите говорим слизевые канальчики очень рядом находится слизевые канальчики да что-то по на это у нас вот здесь вот видите такая штучка . оттуда на слезки да немножко скажем возбуждение его происходит когда в глаз залазим у него связица а так еще обычно если у кого-то красти ничего с отмечает помогает такой сарафан на радио иногда не всегда когда работают когда нет смотри с кем работаешь когда работаешь с блогерами бывает что-то выстреливает если работаешь так вот частниками иногда там подружки придут ну что-нибудь такое а вы в кино и с блогерами везде успеваете да а в кино сейчас меньше чаще выхожу на замены ну то есть такого плана а с блогерами на каких условиях так это что-то у нас такое беленькое да что это подложечка для интенсивности цвета это как для аквагрима вот такой вот да ну она немножко другое на как консилер наверно больше идет по плотности потому что есть она будет сильно плотно и она будет скатываться на глазах лучше откроем глаз когда мы закрываем они немножко здесь учурица у нас получится полосочки поэтому лучи глазки вниз музыка конечно докорет всегда так не знали сперва цвета до розового до ночи вот там что перейдет на либо голос и градиент чтобы красиво было конечно митит макияж начинается минус глаз за счет того что очень яркие оттенки бывает и что сыпется если накрашу изначально лицо она посыпется мне придется заново спирать делать двойную работу сейчас я питаю уже базой позже потом я протру заново базой и понеслась а зачем заново протирать и потом еще раз базу если посыпется вот эту часть протираем он ведь маленькие крупинки они уже есть цвет четко по цвет ваших волос да попадание такое а времени сколько обычно на макияж уходит когда вы такие вот интенсивные макияжа именно уроки макияжа есть до первое занятие в районе пяти часов второе занятие зависит уже от вас а стоит сколько здесь ты еще одно занятие синеньким обводим как бы дальше глубину цвета надела потому что если будет цвета однотонная то сейчас берут три оттенка синего и три оттенка розового чтобы создать не ровно как и ребенок нарисовал одним цветом чтобы интенсивность цвета у нас было и покрашку идет конечно ну для того чтобы у нас глаз открылся смотрите посыпалось нос надо и потом она просто протирается да и спокойно мы все дела красим а как вы понимаете до куда красить есть специальные именно моменты по глазу где идет тушевка где у нас интенсив цвета накладывается куда она выходит по каким линиям и растягиваем глаз чтобы не уронить его не состарить скажем так там есть между секретом именно обучение уже да да на чтоб макияж украсил человека конечно он же делается именно по особенность каждой девушки кого разные там бывают глаза расположение вас вот и близко посажен и у кого близко посажены поэтому есть определенные нюансы бывают глаза которые глубоко уходят нам быть надо то есть вот эти вот все фишечки их много но это нужно если хотите работать в этой профессии а если вы это просто для себя для себя просто ваши лица и по нему полностью мы делаем раскладки на 3-4 вида макияжа а это что у нас это та же самая подложка которая была нам же вверх снизу соединить нельзя что у нас только вера был накрасен а низ пустой был когда макияж будет неполноценный общего рисунка полноты его не будет но также под него белым надо да ну конечно наш этот цвет для что-то другого вот смотрите вот так вот цвет ложится без тебя и он у вас просто смоется и вы уйдете от меня через час она просто уйдет мы тоже блесточек добавим до себя мужик добавляем уже а где они они вот они везде идут вот смотрите перелись летом давно у него время макияж что-то распространено я даже не замечаю звучать что что-то спрашиваю это моя субличность которая хочет стать популярной вы свой блог ведете типа того да но чем занимаетесь декрете ну а правильно что-то же делаете всяко разное да но блог направлен в какую тематику декрета они не в декрет на такое чуть-чуть макияжики прожить ну вот сейчас видно видите как изначально как вам оттенок брали и какой он стал в итоге выбрали как и стал ну да мы же начали вы также начинали то есть вот когда большую площадь синеньким заполняем и глаз увеличиваем да да не не глазу дом ищу здорово такой кругляш у нас если получается мы маленькие бы вот эту штучку сделали глазик бы крошечная да то есть чем получается больше условно тема глаз растет на глаза вытягиваем конечно если вас были широко распахнуты глаза я бы еще больше вытянула вы были как рыбка колючая очень колючая кисточка ну да кисточка она скошена для немножечко может уголочек еще затемним прям глазища уго-гошечки стали сильно больше чем были намного больше чем найдет идут мне такие да так это получается тональная основа да а разные нам зачем а для того чтобы мы хотим же блогерские эффекта эффект да то есть нам нужно создать скулы счетчик как вы попросили то есть на щеках желтенькая должна более темный цвет я вижу полное преобразование видите основной цвет у нас приходит все ну да а у вас бывают клиенты которым что-то не понравилось ну так-то даже и не помню нет ну были клиенты которые просили нет мне нужно немножечко по-другому давайте здесь искренне вот такого плана в итоге мы все равно выходили в одну общую картинку консенсус конечно вы видели макияж гуар да там очень много тонок всегда много очень много фотографий очень смачно красиво смотрится вы видели или представляете просто у меня были моменты когда я предположим невесту собираю приходит подружка невеста в гуар и люди просьбе сангуар и понятно видно ее макияж видно всегда у меня своя определенная техника называют слоеным пирожком комфортно да вроде нет что это такая мозаика красивая нет спокойно выгрузил нет еще раз вот так она красиво красиво а где продается корень под по оттенок носочки всегда оранжевый кида вижу уже влезем всяк финиш сюда брови он такой графит как будто ваш оттенок подбровью он прям идет цвет оттенка бровей зависит от цвета волос розовый же бровень это делать не будем вы отращиваете на если вы не отращивали бы я вам могла бы сделать по уже есть отращивать узнаете что а где по уже было сделано где но сейчас ведь я вышла немножко за пределы вашем дрове так пошла в четко по вашем дрове но и маленькая вставка для нового конкурса моем telegram канале я разыграю 12 ароматов из премиальной селективной линейки usa париж здесь у нас роза и мускус лимон и жасмин маракуйя и мускус оранжевая роза маракуйя и пион сливки и тубероза ванили кокос амбра и шафран мускус и бобы тонко ванили абрикос бергамот наркотик лимон и яблоко все ароматы получит один победитель новенький запечатанный в людей для участия достаточно просто подписаться на мой телеграм-канал и ждать поста с розыгрышем ссылка в описании только короноски немножко черноватый как будто не не сказала черного оттенка нету корее темно-коричневый да а если это сделать вот по моей брови как вы говорите вот это могу сделать и сравним по наши брови ты когда вы не выходите дальше я за предел ведь она уже но какая большим не идет вот это вот это для бровей тоже чтобы они никуда у нас не разлетелись почему такой именно цвет мне подобрали что у нас осталось а такой не клеить обычно когда отдельно просят заранее говорят так уж на это время а в стоимость ходит или дополнительно ходит может стрелочку сделаем еще вкусная медовая помадка она очень хорошо увлажняет знамет нет аллергии то сделаем нету бантик любите по форме губ или большие люблю бантик ровный или бантиком на ваше усмотрение сейчас просто очень часто любят именно прямые полу как хотите но я вот только контуром сделала вы здесь под убедены и мы думаем что потемнее выберем цвет чтоб видно его было а вы все карандаши точите до перед давить это очень конечно вот тоже я у кого-то контуры так не вижу видите я его вижу дачи собрать из помады хорошо такой у нас в итоге цвет кожи вот смотрите моряки да это моряки но такой любимого что относительно очень многие видят они если так возлюминия ну давай оттенок прям последняя на тому же он да на исходе товарищ анчур ты так из банки учетом не размножается да не размножится а должна бактерии какие-нибудь слюнки для нее не должны может еще знаете давайте вот фотку на котором ориентируйся на нас там цвета разные другие надо ну вот просто может какие-то идеи возникнулись и приложить еще и еще чтобы добавить чтобы похоже а немножко разные моменты а что у нас отличается включается много но здесь стрелки отличаются на здесь коричневый цвет сверху отличается посмотрите это кошка спросила хотите один в один такую кошку но вот смотрите мне можем спросили я говорю вы хотите такую же кашу станет не обязательно главный яркий цвет правильно но не один в один просто думал вот так вот губы вроде бы похожи у нас до получились может стрелочку еще сделаем что приблизить но чтобы такое у нас все равно бы другая потому что нас вот здесь вот коричневая растушевка видите это отдельно прорисовка то есть это макияж изначально по-другому изначально прорисовывать сюда мочи такое не сделали почему я не знаю что такое на кошечку аж просто эту фотографию выбрала а цвета другие ну в общем поняла что сделали чуть-чуть по другому но просто вот смотрите если клиент выбирает фотку он же как-то наверно счет исходит что я говорю выберем фотку на цвета другие и мы выбрали эту фотографию в общем предлагаю если что-то можно чуть-чуть подкрутить под а вот эту фотку то будет прикольно получится а почему вы но ее в расчет не брали или что а почему машина шли специальные например на такое вот то есть вы думали что я ее просто так выбрала можно на нее не смотреть ясно я просто думала типа примерно что-то такое что вот фотография но мы выберем новые цвета будем подтирать убирать а как мне надо было сказать если я вот думала что это мне что похоже было как что сделать у меня спросил такой стиль нужно кошечку искали нет не нужно что-то 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 похожее яркая на данный на ваш вопрос про кошку не поняла что имеете ввиду к что за кошка такая на типа вот фотография и по возможности как похоже чтобы мне вот вот так надо только цвет другого все у меня прям фотографию и сидел так я поняла и по ним бы вам сам рисовала получиться мы сверху с утра мы добавим коричневого то по идее вообще техника макияжа рисует совершенно по-другому а сколько вы уже макияжи делаете по повреждению годиков до в годика с 11 то есть лет 12 походите на какие-то мастер-классы или если постоянная текучка клиентов то это не нужно сейчас не хожу не ходить и конечно неудобно что вас задерживаю просто думая ся фотографию нашла на маковой автоматически на нее ориентируемся даже если горы что мне не один в один все равно не ориентируемся то есть вот так вот такую дугу сверху делается так давайте для вас приложим через фотографию чтобы вам было комфортный вопрос сначала хотели это мало просто нужны пояси почему другого хотела у нас получилось видите недопонимание почему я одно хотела потом другому сразу эту фотку выбрали просто так говорить как будто я переобулась я сразу выбрала фотографию не буду брать уточнение опыта мне не нужно один в один тем более мы решили выбрать другой цвет но у нас прям совсем другой макияж получился неплохо боже вот а вы говорите что хотела одно теперь другое готова и как бы наша задача соединить это да он прям даже чуть-чуть на грим похож кому-то да готова нет мы стрелки с вами еще не нарисовали нажать эти один в один на давайте на один варим каждому служению изначально нужно было по-другому но мы к случаю сейчас более-менее подойдем верить не много нам так столько как вы скажете у меня много для вас не знаю на 1000 наверное час мы рисование будем давайте верхнюю только нарисуем и все нам же грим не нужен нам нужен носибельный поэтому пожертвуем 1 стрелочка готова уголок мы тоже повторили да будет у нее двойной еще нижняя часть это нижняя ресницы которым сами не делали какие у нас там про это из песни ой ну что ребят еду я домой поделюсь впечатлениями значит я даже не знаю чего начать ну в общем чтоб я отметила да у нас сегодня пример мастера которая работает сам на себя и я так поняла что но в контексте мои услуги она не сотрудничает с салонами то есть просто дает рекламу и снимает место в коворкинге и вот смотрите абсолютно рабочая схема очень даже то есть я записалась у нее там кота портфолио было примеры работ и из диалога я так поняла что у нее много клиентов то есть но она говорит что все утро там невесты были ну и вообще в целом что это недостатка в клиентах нет и из дома она меньше чем за 5000 не выходит и что мы еще можем наблюдать то что даже при условии где там наш фокусе не было не хочет распознать это лицо в общем даже при условии того что есть какие-то погрешности сейчас обсудим какие в целом человек не боится себя продвигать более того когда я снимала видео она говорит так потом не файл пришлите пришлете мне там это видео ну как бы она не стала просто предложила то есть какая-то воздухе появись какой-то потенциал до какой-то ситуации которую можно использовать себе на благо и она тут же делает попытку это использовать для себя далее там что и куда-то выложить отметьте меня тоже ничего бесплатная реклама фактически вдруг бы я сказала да согласилась и вот пожалуйста еще там какая какие-то мои друзья увидели макияж друг кому-то бы понравилось и кто-то к ним пришел и в итоге капелька тут капелька там и при том что в целом это прям но не сказать что макияж моей мечты данность в принципе мы видим как человек себя спокойно уверенно несет и у нее сика работа определенная загруженность да ну и так далее теперь предмет на чтобы мне хотелось обсудить во-первых конечно я очень собой горжусь именно тем что я все-таки потратила блин и все полчаса хотя мне честно говоря уже пятая точка чуть отваливается и попросила здесь макияж более приближенным к фотографии во вторых дней ну вот этот момент немного конечно непонятен тем что сказать что я хотел одного потом другой при том что я изначально выбрал вот эту фотографию и я говорю вот здесь вот посмотрите клап мне нравится ты за жизнь вот такая вот работа она говорит да ну мы типа можем выбрать другие цвета потому что вам классно подойдут от волосы что там обсуждали бирюзовый уходящий в розовый я говорю да окей давайте она говорит вам прямо один в один игру но один в один не получится уже у нас другие цвета в общем в итоге как я поняла но не зря что фотографию типа выбрали то что она на нем будет ориентироваться в итоге мы вообще другу макияж сделали она сказала что нового все другого хотели хотя вот эту вот фотографию выбрали в общем этот момент но я думаю наверное был связан с ее каким-то предыдущим опытом когда до меня судя по всему особо никто не парился выбрали фотографию чисто условно и даже если она сделала все на свое усмотрение то как бы всех все устраивает и ладно бы если бы первый наш макияж он прям был пределом мечтаний прямо скажем но мне большие вопросы к форме то есть это прям было реально был ну я не знаю макияж маска то есть у нас вот аж до сюда уходил цвет при том что вот так вот там был при том что не был какой-то вытянутый оттенок это просто был какой-то невнятный овал блин и он был еще не симметричный с двух сторон но его фактически то вот так вот не нарисуешь то есть я сколько видела когда вытягивают это свод сводят цвет на нет его делают каким-то остреньким да к виску вот как на фотографии типа того но вот так чтобы вот такое что-то круглое было и при этом очень длинная я такое не видела никогда при том что у нас яркий цвет ну то есть он реально просто смотрится как очки если вот так вот его делать и меня конечно но это очень удивило но потом я просто поняла что видимо все портфолио которая до этого просматривала но в целом но визажистом гордиться и это не то что там какие-то ранние работы которые во время не поменяли потому что когда приехал просто мне тоже их показали в общем такой тиранда мне все просто представляю что это видео смотрит визажист и тихонечко офигевает потому что я еще спрашивала если клиенты которым-то мне все нравится он говорит они таких но и даже если клиенту что-то там плюс-минус не очень я типа по делу как он попросил и досвидули ну в общем здесь знаете мне кажется ну к чему это я потому что есть какая-то и как будто бы не современность форме что ли кто заметил напишите что как-то это все немножечко так застряла как раз вот в годике вот того двенадцатилетнего давности обучения как то что это можно делать более утонченно что ли брови дата что у нас фактически графитовый карандаш у нас не прорисованы не волоски вот здесь вот закругленная форма винного было но сейчас не особо на общем закругленном вот тут вот у нас форма вот такая вот и с учетом того что это ну как бы нету здесь обычно как-то и прорисовывать начало у него более структурированная да у нас как будто просто довольно темные тонкие брови и честно говоря в портфолио тоже все такие брови странные были с я бы сделала их пошире про по графичнее начала при этом его растушевала чтобы он немножко дымка был но не вот такой маленький кругленький не как татуаж 30-летней давности стрелка она не заламывается видите если морга либо ее просто высоковато сделали и но когда я смотрю прямо то фактически она обламывается и закусывается веком но я думаю это как бы моя анатомия понятно но смысл в том что визажист тоже не не как бы не попыталась гладить переделать или сделать ее на открытом глазике так чтобы она не обламывалась то есть по-хорошему и конечно надо ступенькой нарисовать ну коричневый тоже не очень ровно лег но она сама сказала что не очень ровно и как бы сделать парочку попыток как-то его сгладить но типа нет так нет губы тоже вот эту часть мы не поднимали видите галку мы не поднимали мы подняли с двух сторон по бокам я не знаю что это за мод и так огромное количество визажистов рисует такие губы но в общем как-то пудра тоже не сильно помогла потому что все блестит и в салоне подсняла тоже блестела целом чтоб я сказала подытожим это то что в сегодня мы убедились что даже если вы там не бог макияжа в целом если к вам приходит клиент который не соображает то что вы в принципе ему отметили там какие-то зоны что-то выделили там затемнили цветокоррекция какая-то стрелочки довольно симпатично все равно глаза расширились там брови выделили плюс минус туда-сюда и вот он уже себе нравится и вот смотрите человек который не стесняется там сидеть в кустах вполне себя может активно взаимодействовать с аудиторией там с клиентами набирать их и у него каждый день загружен то есть принципе хватает денежек и каворкинг снять и на невесты туда-сюда и меньше чем за 5000 не выезжаю я думаю хороший пример веры в себя отсутствие синдрома самозванца и как искушенная публика которая постоянно бывает в разных салонах у визажистов да и мне еще сравнивать поэтому я могу там выделить какие-то вещи которые можно улучшить но мне кажется у сегодняшней девушки мастера тоже есть чему поучиться именно тому чтобы сильно не стесняться если вы видите какую-то возможность вас где-то отметить продвинуть почему бы да предложите с вас просто нет если человек сольется не захочет ну ладно вот так вот потихонечку набирается аудитория и вполне себе можно нормальная работа я конечно бы думала что по-хорошему надо но все равно держать видите руку на пульсе смотреть на какие такие свежих визажистов которые там не так давно появляются сами обучают к ним тянется аудитория они там постоянно мастер-класс проводят чтобы вот такого застримания не было потому что иначе есть вот есть четкое ощущение как будто бы нужно что-то докрутить что-то улучшить к определенным но у мастера чем поучиться у нее много плюсиков так что поставим ей тоже лайк за то что она в целом даже на мои пожелания положительно отреагировала фактически поменяла форму сильно не делалась меня виноватой то есть парочку раз так это все съехала но она как бы сглаживала то что мы друг друга не допоняли и все равно постаралась расстаться со мной на хорошей ноте а вот я тоже и отмечу кого-то приведу сама предыдущий раз в общем достаточно это мне кажется дальнозорка оппозиция ну вот так вот напомню что все все длинные обзоры без цензуры вырезок доступны на бусте для спонсоров youtube щека я прям сюда заливаю это для тех кто любит смотреть все нюансы там по вырезанные вещи последить за процессом макияжа к на протяжении всех там двух часов если вам интересно то все ссылочки внизу можете тоже посмотреть предыдущие выпуски в огромном количестве в общем и такие дела давайте обсудим что сегодня произошло стоит ли этот макияж двух с половиной тысяч рублей все целую вас и всем пока